МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, девочки, баста. Рассвер закончился. Вот и последний. Ну что, ждёшь? Угу. Обещал заехать. Ладно, давай работать. Закончить надо. Слушай, Свет, что мне делать, а? Он мне предложение сделал. Центр хочет ЗАГС в ту линию подавать. Сегодня с мамой едем знакомиться. Ух ты! Вот меня б какой москвич замуж позвал. А уж такой, как твой Игорь, надоело по этим общагам мыкаться до чёртиков. Работа я так достала. Думаешь, мне не надоело. Ну а в чём проблема? Ой, не знаю. Мне всегда казалось, знаешь, что любовь, ну, чувство такое. Волшебное, что ли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Переехал? Угу. Ох, Ленка, что-то ты себе такое заоблачное выдумала с этой любовью. А у нормальных людей всё гораздо проще. Ладно. Пошли в душ. Страшно мне, Светка. Не хочу найти, смотри, найти. Ну и дура. Хочешь незамужней остаться и всю жизнь потом стенки штукатурить? Тебе 25. Ты на него уже целый год потратила. Если сейчас откажешься, сколько потом следующего предложения ждать? А? А детей, когда рожать? Ну, чё ты мнёшься? Да, он, конечно, не идеал. Но зарабатывает прилично. И опять же таки, жилплощадь. Будет прописка. Сможешь на нормальную работу устроиться. А любовь... А любовь... Стерпится, слюбится. Больно! Да, мам, я всё понял, мам. Ну, сейчас же скоро будем. Ой, не знаю, Светка. У меня такое ощущение, что он только мамочку свою и любит. Знаешь, он всё время говорит, что я обязательно должна понравиться его маме. что от этого зависит наше будущее. Да я боюсь, вдруг я им понравлюсь. Если он тебя любит, всё перемелится. Вместе с мамочкой. Не знаю. Ты просто красавица сегодня, Ленка. Такая не может не понравиться. Думаешь? Ну, ладно, иди. Он заждался тебя, наверное. Ладно. Побежала. Желаю мне чего-нибудь, подруга. Ни пуха, ни пера. Тебя сегодня ждать? Ночевать. Возьми это подарок. Мне? Нет, это для мамы. Подаришь. Подаришь как бы от своего имени, понимаешь? Я могла бы и сама купить. Просто нужно было предупредить. Ну, зачем? Ты всё равно не знаешь, что ей нравится. А для тебя тоже есть подарок. Вон там, посмотри. Здесь? Угу. Красиво. Красиво. Спасибо. Леночка, одень его. Ну, одень, надень. Слушай, а для тебя красиво. Да, спасибо. Маме понравится. Значит, чтобы маме понравилось, да? Скажи мне фасон нижнего белья. Я тоже буду с ней обсуждать. Слушай, ну зачем ты так? А как? Ну... Ладно, скажи мне, пожалуйста, а вот вообще почему ты решила мне жениться? Ну, надо же когда-то жениться. Мне всё-таки скоро 30 лет. Самое время. То есть только поэтому, да? Ну-ка, останови машину. Я сказала, немедленно, останови машину. Лен, подожди. Стой, 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 стой. Слушай, Лен, извини. Не надо меня трогать. Прости, прости. Всё, извини. Прости, ну люблю, конечно. Лен. Ну, прости. Ну, перебор вышел. Ну, ну, кретин. Ну, прости. Давай поедем, нас уже ждут. Ну, не переживай ты, ну. Мама у меня мировая. Да не волнуйся ты. Мама у меня мировая. Ещё волнуется бедная, что два часа простояли в этой пробке. Куда, куда? Сюда, сюда. Так, где ключи? Вот. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да не волнуйся ты. Всё, всё, успокойся. Всё. Привет, ма. Проходи. Извини, слушай, пробки еле доехали. Привет. Это тебе. Познакомься. Это Лена. Это вам. Ну, что ж, проходите. Ну, что ж, пойдём, я тебе квартиру покажу. Здесь у нас библиотека. Проходи, давай, давай, давай. Библиотека здесь у нас. А там у нас, проходи, мамина комната, там кухня. Там у нас туалет, ванна. А здесь? Здесь моя комната. Прошу. Давай, 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 давай. Присаживайся, садись. Ой, я тебе фотографию покажу, я в горах отдыхал. Игорь, сядь, пожалуйста. Слушай, не волнуйся так, никто тебя не съест. Не оставляй меня одну, а? Я только маме помогу на стол накрыть и сразу вернусь. Да? Хочете, любимый фильм покажу, вчера начал смотреть. Тебе тоже понравится. Не показалось, я не понравилась. Вот именно, что показалось. Я сейчас. Вот, смотри, все. Давай только недолго, а? Я сейчас. Мау, у тебя все готово? Да не волнуйся ты, все готово. Ну, как она тебе? Я пригласила Веру Ивановну. Зачем? Слушай, немедленно отмени приглашение. Вера Ивановна, твоя крестная мама, и имеет полное право увидеть, на ком ты собрался жениться. Ну, почему ты мне ничего не сказал? Я же сказал, никого посторонних не будет, только мы. Она и так волнуется. Тетя Вера, не посторонняя. О, вот она. Только пообещай мне, что будешь с ней вежливым и обходительным. Хорошо. Я очень тебя прошу. Хорошо. Проходите, проходите. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Поднакомься, Игорек. Это Инночка, дочь моей институтской подруги. Очень приятно. Приехала из Киева. Не могла же я ее одну оставить. Очень приятно. Ой, это вам. Посмотри, Игорек, твой любимый киевский торт. Спасибо, Инночка. Так, Валерия, мы с тобой на кухню, к хозяйству. А ты, крестник, поухаживай, займи чем-нибудь гостью. Она, между прочим, как и ты, коммерцией занимается. Послушай, может, сходишь, посмотришь на нее. Она у Игоря в комнате сидит. Да что мне на нее смотреть, не пара на ему. Слушай, а Инночка кто? Откуда ты ее откопала? Это секретарша моего хорошего знакомого. Он бизнесмен. Одолжил ее на весь вечер. Я, конечно, ее хорошо подготовила. Так что не волнуйся. Твой Игорек через полчаса забудет про свою штукатурщицу. А что мы это скажем ему, когда она исчезнет? Ты паспорт спрятала? Да, конечно. Ну что, так и будем стоять в коридоре? А, нет, проходите, пожалуйста. Вера Ивановна сказала, вы собираетесь жениться? Ну, жениться это громко сказано, пока только заявление подавать. Прошу. Спасибо. Нет, 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 не сюда. Вот туда. Вот в эту комнату. Хотите, кофе принесу? Лучше что-нибудь выпить, что-нибудь легенькое. Сейчас организуем, да. Сюда? Пожалуйста. Ты присоединишься? Да, хорошо, проходите, располагайтесь. Я сейчас. Туда. Господи, только бы он расстался с этой штукатурщицей. Тетя, тетя Вера, вы что, обалдели, что ли? Зачем вы привели эту девицу? У меня невеста в комнате. Мам, ты рассказала про Лену? Да, рассказала. Игорек, начнем с того, что я тебе не чужая, а крестная твоя мама, и мне твоя судьба не безразлична. Я не могу позволить, чтобы ты свою жизнь связал неизвестно с кем. Да как это неизвестно с кем? Мы уже, мы уже целый год вместе. А завтра собираемся подавать заявление в ЗАГС. Да мне достаточно знать, что она сирота, без рода, без племени. Штукатурщица. Чтобы понять, что она тебе не пара. Знаю я эту публику. Им главное в городе прописаться. Приезжает с голой задницы. А потом и тыщет таких дурачков, как ты. Я взрослый человек, и как-нибудь сам разберусь? О, он сам разберется. Да мне смешно тебя слушать. В чем ты разберешься? Игорь! Игорь! Где ты будешь жить? Вон, у матери в квартире, на ее горбу. А если твоя невеста забеременеет, а твоя штукатурщица точно все сделает, чтобы побыстрее забеременеть. И привязать тебя покрепче. Вон, посмотри на Инночку. Молодая, красивая, а уже в большом бизнесе. Вон на каких надо жениться. Ваша Инночка, между прочим, выпить попросила. Молодец. Молодец. Ох, молодец. А ты поухаживай. Между прочим, она хорошая и умная девочка. Валерий, доставай вино. Игорь, слушай, я там на какую-то кнопку нажала. У меня изображение пропало. Здрасте. А может, я могу чем-нибудь помочь? Да и нет. Давай, пойдем, телевизор, пойдем. А кто это вообще? Сейчас я тебе все объясню. Ну, где мое обещанное вино? Да, сейчас. Одну минуту. Подождите, одну минуту. Ты обещал мне. Сейчас, сейчас. Это кто? Пойдем, сейчас все объясню. Что происходит, а? Проходи. И пепельницу не забудь, пожалуйста. Хорошо, сейчас принесу. Кто эта девушка, а? Ты же мне сказал, что кроме нас и твоей мамы никого не дружит. Послушай, я сам ничего не знал. Ну, честное слово. Слушай, оставь какой-то дурацкий пульт, а? Ты можешь мне просто объяснить, кто это? И все. Вот эта женщина моя крестная. А это девица и родственница из Киева. Родственница из Киева? Ну, я не знал, честное слово. Прекрасно, давай я просто уйду и все. Стой, стой, стой. Подожди. Подожди, я сейчас все улажу. Я сейчас все улажу. Посмотри фильм. Фильм посмотри. Какой фильм? Игорь, смотри кино. Игоряша, Инночка, выпить захотела? Иди, отнеси и выпейте вместе. Ма, что происходит, а? Тетя Вера, вы меня, конечно, извините, но вы очень не вовремя появились со своей Инночкой. Сегодня я пригласил свою невесту, чтобы познакомить с мамой. Так. Потому что завтра мы хотим подавать заявление в ЗАГД. А вы обе ведете себя, как будто ничего не происходит. Ма, объясни, что происходит? Тебе Лена не понравилась, да? Игоречек, тетя Вера права. Она тебе не пара. Ну почему? Ну почему? Я не понимаю. Ты же знала, чтобы целый год вместе. Да, знала. И каждый день надеялась, что когда-нибудь это закончится. Ну почему? Не кричи. Почему? Дом какой-то. Ну ты же хотела, чтобы я женился. Пожалуйста. Да, хотела. Только не на штукатурщице. Ну ладно, хватит. Все, довольна. Пусть лучше на штукатурщице, которая любит меня и которую люблю я, чем на какой-то самодовольной стерве. Что, что? Да как ты, да что ты себе позволяешь, а? Ой. Ой. Ой, Вера. Ой, Верочка, сердце. Мамка, ты что, ты стоишь, как истукан воды. Ой. Господи. Что с тобой? Да быстро. Мам, 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 воды. Давай-ка рвалом. Корвалом. А вот он. Что же нам все рассыпается? Сейчас, сейчас, подожди. Давай, давай, быстро. На, на. Мам. Ой, прихватила. Выпей еще. Выпей еще. Мам, прости. Я не знаю, что на меня нашло. Прости. Ну как? Все, 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 все. Все, все, все. Отлегло. Ушла. Ты что, артистка? Да ты даешь, Боже мой. Нет, пока нет. Через пару часов освобожусь. Я тут в одном месте пока. Шеф попросил. Что я делаю? Я тебе завтра расскажу, предупреждаю сразу. С усмеху умрешь. Она ушла. Вот и правильно сделала. Она, в отличие от тебя, давно поняла, что не в свои сани садиться не надо. Иди вон, отнеси Инночке вино. И давайте накрывать на стол. Я, в конце концов, так есть хочу. Иди, Игорючек. Ну ты же понимаешь, что мы тебе добра желаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Малинина! Малинина! Комендант велел передать. Если еще раз придешь твоего парня, он тебя высерит. Поняла? Это последнее предупреждение. И не проси меня больше. Все. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Белая черебуха, белую покой, Рассвела под окнами, Словно образ твой Распустила... Все, пойду я спать? Подожди, Ленка. Может, еще позвонит? Ты же не знаешь, что у него там. Да не пойду я за него замуж, Свет. А знаешь, я даже рада, что все так вышло. Но нет у меня к нему таких чувств. С обмана жизнь начинать нельзя. А дальше что думаешь делать? А, не знаю. Слушай, надоело так все, а? И работа эта, и общага. Да брось ты, Лен. А что тогда нужно было сюда приезжать? М? Ну, работать не нравится. Ну, мне тоже не нравится, Лен. Другую найдем. Жених не нравится. Другой нарисуется. Это ж Москва, Лен. Слушай, у меня вина есть. Давай выпьем и на дискотеку. И горе оно все синим пламенем. Ой, слушай, чуть не забыла. Тебе ж письмо. Я тут на вахте взяла. Вот, из нотариальной конторы, между прочим. Откуда? Из нотариальной конторы. Подожди, может не мне? Ну, тебе, тебе. Лене Малининой. Танцуй. Сейчас испоюсь, танцуй. Ну-ка, давай сюда. Малининой. Ну, что там? Да ерунда какая-то. Слушай, меня приглашают в Приморск. Нотариальную контору для... Оформления наследства. Шутишь? У-у-у. Ух ты. Здесь даже броня плачена на билет. От кого наследство не написано? Посмотри. Ну, не с неба, что оно могло тебе свалиться-то. Вспоминай всех своих родственников. Да не знаю, мне мама только про моего деда рассказывала. Он, по-моему, был морским офицером. Только знаешь, он ее выгнал из дома. Ну, когда узнал, что она мной беременная. Ну, не хотел признавать небрачного ребенка. Как это выгнал? Беременную? Да. Только мама его никогда не осуждала. Не знаю, может, время было такое. Только университет ей пришлось бросить, чтобы меня вырастить. Жить нам было негде. Мотались по всяким общагам. Потом уже мама дворником устроилась, ну, чтобы хоть какую-то комнату в бараке получить. Вот так и жили. А дед тем временем один в своем доме барствовал. Сволочь. Он мне и маме жизнь сломал. В гробу я видела его наследство. Никуда я не поеду. Ленк, успокойся. Успокойся и не маши саблей. Если наследство от деда, значит, он умер. Наследство при жизни не оставляют. Надо поехать, все разузнать, во всем разобраться. А Света в чем? Если бы мою маму не выгнала из дома, она бы сейчас жива была, понимаешь? Знаешь, я когда уже подросла, жила над застенкой один. В общем, по домам, Акатя. Мама ему белье стирала, чтобы лишнюю копейку иметь в зарплате. В общем, он один раз так напился, что пытался меня изнасиловать. В общем, мама успела, она вцепилась ему в волосы, а он взвал от боли и отшвырнул ее. Она ударилась о кропичи и проломила себе основание черепа. Господи, она даже скрипнуть не успела. Не нужно мне от него никакого наследства. Лен, Лен, нужно поехать и разобраться. Тем более, у меня это есть. Никуда я не поеду. А ты хорошо танцуешь. Надеюсь, мы от нее избавились. За наш дуэт. Ура! А я не только хорошо танцую. Ленка, 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 спишь? Что? Ленка, а ведь это знак. Точно, такое только в кино бывает. Какой еще знак, а? Вот смотри, завтра ты должна была идти с Игорем в ЗАГС, подавать заявление. Но мамочка его этого не захотела. Так? Ну, так. Но пришло вот это письмо. И завтра ты должна ехать в Приморск. Никуда я не поеду. Поедешь, Ленка. Это судьба. О судьбе нельзя противиться. Иначе она наказывает. Иначе она наказывает. Мама, мама, расскажи, а какой мой дедушка? Дедушка. Дед у тебя очень красивый, Леночка. Он настоящий морской офицер. С орденами и погонами? С орденами и погонами. Он у нас очень стройный. Приготовьте проездные документы. Ваш билетик. А слоник тоже дедушкин? Он тебе его подарил? Нет. Я сама взяла на счастье. Мама, а что такое счастье? Ваш билетик. Девушка, ваш билетик. Я не могу его найти, но я покупала. Подождите, я найду билетик. Так, что тут? Билетик ищет девушка. Так, девушка, не задерживайте. Мы эти спектакли по 10 раз на день видим. Или платите штраф, или на выход. У меня нет денег, я на последние деньги купила. Ну, купила, ну так давай. Я его, наверное, потеряла. Так на пиво у них всегда деньги находятся. Так, девушка, давайте в табор. На следующий сажим. Пожалуйста, не надо. Молодая, пешочком прогуляется. Какой штраф? 100 рублей. Пошли. Спасибо вам. Вы из Приморска? Я верну деньги. Скажите адрес. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Моя фамилия Малинина. Я от вас письмо получила. Игорь Владимирович, тут у нас Малинина объявилась. Сейчас, минуточку. Одну минуточку. Ради бога. У меня очень срочное дело. Подождите, пожалуйста, здесь. Вы, Малинина? Да, это я. Очень хорошо. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Простите, это буквально пару минут. Пару минут. Пожалуйста, присаживайтесь. Очень хорошо, что вы нашлись. Ваш паспорт, пожалуйста. А мы уже вас три месяца ищем. С самого первого дня. Ваш дед, Семшев Павел Петрович, умер от рака легких. Примите искренне мои соболезнования. Но перед смертью он оставил на ваше имя завещание, из которого следует, что Малинина Елена Анатольевна является прямым и единственным наследником на жилой дом по адресу прибрежная 2 и автомобиля Жигули 6-й модели. Прошу вас, пожалуйста. Распишитесь. Вот здесь. Здесь? Да. Благодарю вас. И что мне теперь делать? Владеете и домом, и автомобилем. То есть я могу все это продать? Нет. Только через три месяца. Ясно. Я свободна? Да. До свидания. До свидания. Алло. Это нотариус. Вы просили вам сообщить, когда появится наследница, интересующая у вас дома. Да. Да нет, я думаю, проблем не будет. Она уже интересовалась, можно ли продать дом. Да. А я, когда была маленькой, как ты, очень любила качаться на качелях, которые сделал твой дед своими руками. У нас всегда было шумно, дом был полон гостей. Калитка никогда не закрывалась. Я очень любила эти сборища военных моряков. А еще мы с ним часто путешествовали по всему миру. Твой дед сажал меня перед глобусом к себе на колени и часами рассказывал о морских походах, в которых он участвовал, и показывал их маршруты. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А старуха мне такое устроила, что я сюда и зарулил. Ну, от греха подальше. Понимаешь? А, да, ключ. Ключ. Вот ключ. Ключ. Этот дед мне еще дал, потому что я за ним присматривал. Так он мне остался. Возьми. Возьми, возьми. Дом тут твой. Ладно, я пойду со своей старухой мириться. Вот. Если что, заходи. Мой дом напротив прям. Если у меня дома нет, заходи в зоопарк. Зачем? Как зачем? Я там зверей кормлю. Так что заходи, если так сказать чего. Спасибо. Да, кстати. Дом этот. С сюрпризом. Полтора века тому назад его построил купец коровников. Знаешь, сколько за эти годы слуху входило про этот дом. Но, главное, знаешь что? Что? Ну, говорили, что он спрятал в этом доме клад с золотыми монетами. Мы с твоим дедом достали армейский миноискатель. Вот. Все потолки, все чердаки, все чердаки, все стены, все полы. Ничего не нашли. Может, тебе повезет. Давай. До свидания. Счастливо. Счастливо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Николай Николаевич, спасибо огромное. Завтра в восемь. Десять, товарищ майор. Вперёд. Спасибо. До свидания. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Маринка, что случилось? Все хорошо. Просто голова закружилась. В порядке? Все в порядке. Давай возьму что-нибудь. Не надо, я сама. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, что стал? Иди, договаривайся. Да все будет нормально. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что ты перепугалась? Ты что ли хозяйка? А вы тоже сосед? Ну почему сосед? Я Коровников. Правну купца Коровникова, первого хозяина этого дома. Слышал, дом продается. Хочу купить. Хм. Называй цену. Ух ты. Мда. Учти, много не дам. Дом старый. Дореволюционный. Сто лет ему, так сказать, был. Покупаю исключительно из уважения к памяти предка. А ты ничего? Может, продолжим разговор в ресторане? Я на машине. Знаете, дом может быть и старый, но за дешево не получится. Да ладно. Здесь, между прочим, клад зарыт. Тоже рассчитывайте золото найти. Сказки всей этой легенды. Это я тебе, как потомственный Коровников, заявляю. Ну так сколько? Слушайте, а с чего вы взяли, что я его продаю? Дом. Я, между прочим, никаких объявлений еще не вывешивала. Мне нотариум звонил. Сказал, объявилась наследница. Ты наследница. Спрашивала, можно ли продать. Да. Сколько? Ну я не знаю. И потом у меня еще три месяца до вступления в наследство. Так что... Извините. Вот это не проблема. Пишешь на меня генеральную доверенность. Так. Нотариус заверяет. В обед на доверенность получаешь деньги. Идет. Ух ты. Сколько? Давай, давай, давай. Я подумаю. Ну подумай. Два дня тебе хватит? Хорошо. 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 Со стариком ты тоже говорил проблем не будет. Старик. Другое дело. Да и наследница объявилась. Со стариком ты прокололся. Признайся. Боря, я тебя умоляю. Все нормально. Увидишь. Все нормально? Ну я тебе говорю. Все нормально. Глеб. Ты о сроках помнишь? Они уже давно все вышли. А наш уважаемый заказчик ждать не любит. Он ждать не любит. Два дня погоды не делают. Он ждать не будет. Два дня погоды не делают. Пошли. Ну пошли. Мамочка, я скоро вернусь. Заберу вещи, документы и сразу назад. Не скучай. Звучит книга. Звучит книга. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА